АЛТАЙСКИЙ КРАЙ Сегодня в Барнауле работает полпредпрезидента страны в Сибири Анатолий Серышев. Он провел встречи с губернатором Виктором Томенко, где обсуждалось социально-экономическое развитие региона и реализация нацпроектов. В повестке и злободневные вопросы – обеспеченность края углем, жилье детям-сиротам и обращение с ТКО. С председателем АКЗС Александром Романенко полпред обсудил распределение бюджета края и получение нашим регионам кредитов 3,5 млрд рублей на проекты в сфере промышленности, сельского хозяйства и туризма. Подробности визита полпреда в завтрашнем выпуске. Главврачи ковидных госпиталей региона призвали депутатов АКЗС поддержать законопроект о QR-кодах. Медики отправили открытое письмо, в котором рассказали, что каждый день им приходится сталкиваться со смертями, которые можно было избежать. По их мнению, сегодня интернет полон фейковой информации о вакцине и в целом о коронавирусе. Это рождает панику и недоверие в обществе. Поэтому медики просят депутатов поддержать ограничения, предлагаемые федеральным законодательством. Свои подписи под документом оставили врачи Барнаула, Бийска, Новоалтайска, Славгорода и Благовещенки. А тем временем к депутатам обратились и предприниматели региона, которые терпят колоссальные убытки из-за системы QR-кодов. За последние несколько недель это уже второе обращение от бизнес-сообщества. Если под первым подписалось порядка 300 человек, сейчас уже около полутысячи. Все они просят отменить QR-коды, которые, по их словам, не решают проблемы с коронавирусом. В отдаленной перспективе мы видим серьезные угрозы свободе личности, демократии. Выродиться это может в различные сюжеты контроля за перемещением человека. В конце концов, человек не вовремя заплатил налоги, не погасил вовремя кредит, сделал не тот репост. Давайте отключим его от QR-кода. Здесь даже мы выступаем не столько в поддержку предпринимателей и бизнеса, сколько по фундаментальному вопросу ограничения свобод гражданина. И пока сохраняется главная интрига, какое же решение примут депутаты КЗС относительно системы QR-кодов. Итоги опросного голосования подведут до конца недели. Алтайский край получит 2 миллиарда рублей для сферы здравоохранения. Это самая большая сумма среди регионов Сибири. Как пояснил председатель правительства страны Михаил Мишустин, деньги пойдут на дополнительные ресурсы для противодействия коронавирусной инфекции. Но не менее важным вопросом остаются кадры, ведь как раз COVID-19 и выбил из штата многих опытных медиков. При этом примеры удачного укомплектования, в том числе омоложения медицинских кадров на Алтае, есть. 5 молодых врачей и 8 медсестер и фельдшеров. Всего за два года в центральной больнице Троицкого района произошло мощное пополнение. Так сработали государственные программы, говорят медики. С каким настроением молодые кадры едут в село и какая проблема для осельских больниц по-прежнему стоит остро. Расскажем далее. С приходом Ирины в Троицкой больнице появился инфекционист. Гельминтозы, гепатиты, ВИЧ – врач работает с третью населения района. Вернулась сюда как целевик и земский доктор. Купили дом, смогли, небольшой ремонт уже начали производить, то есть на данные средства полтора миллиона. Пять лет отработки ее не пугают, как и Наталью. Она здесь по программе «Сельский фельдшер». Бабушка работала вот на этой же скорой. За сутки по 30 вызовов, некоторые адреса за 60 километров. Для больных ковидом полные баллоны с кислородом. Тяжелых пациентов хрупкий фельдшер везет в больницу или госпиталь. Все интересно и экстремально признается девушкам. Даже дорожные приключения. В некоторые деревни вообще непроходимые, ну очень плохие дороги. И за счет этого, ну снижается время. Было так, что даже на тракторе тащили машину, прицепляли и везли. Труйская районная больница – один из удачных примеров омоложения штата. За два года сюда пришли пять врачей и восемь медсестер и фельдшеров. Здесь работают госпрограммы. ЦРБ сотрудничает с медколледжами. Большой нюанс близости от Барнаула не скрывает главврач. Но еще и помощь больнице с самого начала. Мы берем на себя до вхождения в программу, будь то земский доктор или сельский фельдшер, Троицкая ЦРБ берет на себя аренду жилья. Поливитамина курсами пьете, мы сдадем анализы, сделаем рентген-контроль. Я просто позвонила, проконсультировалась. Говорит, так и так. А она мне говорит, у вас так одышка, я слышу. Она меня в больницу отправляла, в Алтай, в госпиталь. Я прям ей благодарна, что она меня отправила. Думаю, я не справилась. Такого контраста, чем отличается поликлиника городская, чем отличается поликлиника наша, я не вижу. Я очень рада, что оказалась в таком коллективе. Помогают абсолютно все. Моя бессмерная медсестра, я не знаю, что бы я без нее делала. Кстати, вопрос среднего звена медработников острый для всего края. И хотя Троицк обеспечен персоналом на 85%, в перспективе скоро начнутся проблемы. Если врачи на сегодняшний день из 39 работающих в Троицком районе, младше 40 лет 29, то по среднему медицинскому персоналу достаточно высокий процент людей старших возрастных групп предпенсионного и пенсионного возраста. Причина тому, по словам главврача, демографическая. В 90-е нулевые был провал по набору студентов-медиков. Сейчас с приходом молодежи ситуация улучшается. Плюс ЦРБ собирается вести профориентацию в школах. Медицина, уверяет Фадин, все еще в моде. Анастасия Драган, Дмитрий Денисов, День с толком. Главы алтайских муниципалитетов будут обязаны вести блок в социальных сетях, чтобы отчитываться о своей работе. Такое решение приняли во время Большого съезда Совета муниципальных организаций края. Он проходит второй день. Сегодня в Завьялово главы районов обсуждают злободневные проблемы сел, а накануне в Белокурихе главы городов искали оптимальные варианты решения своих задач. Пост в Инстаграм как отчет для народа. На своей странице глава Залесовского района рассказал, что почистил от снега село Шмаково, а думчиво не смог. Цитата. Техника не вышла на линию. А новую улицу забыли. Все, кого забыли, оставляйте заявки. Такой подход к работе обсудили на заседании Палаты городских округов. Сегодня 35 из 65 глав муниципалитетов уже ведут свой блок. В следующем году это станет обязательным для всех. У населения колоссальный запрос на общение с главами муниципалитетов, главами ведомств. Обратная связь от населения позволяет, во-первых, услышать людей, услышать их какие-то истории конкретные. Через эти конкретные истории прийти к решению проблем, которые затрагивают большое количество людей. После городских округов уже в Завьялово собрались главы районов. Их темы также близки народу. Проваленная мусорная реформа, ремонт дорог и ЖКХ. Для Рубцовского муниципалитета междугородние поездки – первая тема в списке. Жители волновались о том, что, возможно, будут какие-то проблемы с транспортом. Но когда частные предприниматели поехали по тем маршрутам, которые мы новые определили, кстати, согласовывая с ними, советуюсь по организации, проблем, катаклизм у нас не возник. Нужно и дальше продолжать работать. Главы сел и деревень соберутся завтра. В формате видеоконференции они обсудят сотрудничество с предпринимателями и идеи для своих страничек в Инстаграм. Анастасия Наборщикова. День с толком. Первого замглавы администрации Белокурихи подозревают в получении взятки. Алтайский следком возбудил уголовное дело против чиновника Александра Кеунова. По версии следствия, в сентябре 2018 года Кеунов получил от директора одной из компаний взятку в виде строительных материалов. За это должен был обеспечить согласование актов выполненных работ по муниципальным контрактам. Сейчас следователи собирают доказательства по данному делу и если вина чиновника будет доказана, ему грозит срок до трех лет лишения свободы. Добавим, за взятки в сентябре этого года был осужденный барнаульский чиновник, курирующий вопросы строительства, заместителем мэра Барнаула Сергей Демин. Однако его признали виновным в получении взятки в особо крупном размере и приговорили к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима. Проблема некачественной чистки барнаульских дорог не теряет своей актуальности. За последний месяц в адрес ответственных за это чиновников, что называется, камень не кинул только ленивый. А между тем специалисты подчеркивают виной тому несколько объективных причин. И обильные осадки в примешку с резкими погодными колебаниями не основная из них. Куда острее стоит вопрос с нехваткой снегоуборочной техники и кадров. Мы решили на деле убедиться, каково это очистить зимой городские улицы и попытались выяснить, насколько правдивы аргументы дорожников. 120 нарушений на дорогах. Это результаты недавней проверки прокуратуры и ГИБДД. По улицам сложно ездить. Из-за снега и наледи проезжая часть резко сузилась. Везде снежные накаты. Рядом с пешеходными переходами и остановками так называемые валы. Эффективность работы дорожных служб обсудили накануне даже в правительстве края. Мы работаем практически каждый день. Поскольку погодные условия очень сложные и не позволяют дорожным службам расслабиться. Дорожные службы работают на пределе практически. Несмотря на это, количество жалоб барнаульцев на наледи снежные наросты только растет. Часть обращений относится к дворовым территориям и межквартальным проездам. Местам, которые должны убирать управляющие компании и ТСЖ. Не все управляющие организации надлежащим образом исполняют свои обязанности. В связи с этим комитетом жилищно-коммунального хозяйства совместно с администрациями районов проводится работа по контролю за деятельностью управляющих организаций. В случае выявления фактов нарушения материалы направляются в государственную инспекцию. Но это что касается дворов. А ситуацию на дорогах усугубили погодные скачки. После плюсовой температуры и дождя резко мороз. И так уже было несколько раз. Так сегодняшней ночью, когда температура пошла вниз, для уборки снега мобилизовали все службы. На улицы города вышло почти 130 спецмашин. Среди них автогрейдеры, самосвалы, снегопогрузчики, тракторы и шнекороторы. При этом признаются дорожники, техники критично не хватает. Машин нужно в два раза больше. Из-за этого рабочим приходится трудиться по 10 часов за смену, но полноценно убрать город все равно не получается. С машинистами согласны и ответственные чиновники. По словам руководителя городского комитета по дорожному хозяйству Антона Шеломенцева, общий дефицит автопарка – 250 машин. На их приобретение нужно почти 2 миллиарда рублей. Таких денег в бюджете Барнаула просто нет. Впрочем, как и нужного числа квалифицированных сотрудников. Вы же понимаете, что 250 машин к вам придет, вы 250 человек-то не найдете. Если у нас сейчас нехватка порядка 60 человек. Потому что работа сложнейшая в черте города. Это ювелирная работа и с машинами, и с безопасностью дорожного движения. А пока дорожникам придется справляться с непогодой с помощью имеющегося технического арсенала и продолжать работать на пределе возможностей. Артем Гусельников, Дмитрий Денисов. День с толком. В алтайских населенных пунктах все-таки не был сформирован необходимый запас угля. Это вывод прокурорской проверки. Местное самоуправление ошиблось в просчетах, из-за чего тысячи жителей нашего региона не могли купить твердое топливо и замерзали в своих домах. Прокуратура Край вынесла представление главам Успенского, Кировского, Масальского, Рисовского и Гилевского сельсоветов Локтевского района за ситуацию с нехваткой угля. А директора предприятия Масальская ТС оштрафовали на 30 тысяч рублей. А между тем, одна из семей поселка Масальский почти месяц замерзала в своем доме. Сейчас она подсчитывает еще и материальный ущерб. Из-за того, что не было угля, их жилье не протапливалось, дом промерз. В пределах 70 это только что обои поклеить и немножко подновить. Вот это же теперь надо все сдирать, это все промывать надо. И заново просушивать все это. Это вот что власти не побеспокоились, даже хоть бы объявление дали о том, что в район, что извините, поставок не будет. Люди думайте сами, решайте сами. Тогда бы мы не ждали, что с района это все будет. Напомним, нехватка твердого топлива возникла из-за того, что на внутреннем рынке уголь продавать стало невыгодно, и его начали экспортировать за границу. В итоге сложился дефицит топлива. Самая сложная ситуация сложилась в Хабарском, Каменском, Третьяковском и Локтевском районах края. Студенты Алтайского педуниверситета вернулись из Сочи миллионерами. Они стали победителями всероссийского конкурса «Твой ход», который проводился впервые. Всего в финал вышло 30 студентов вуза, но лишь пятеро из них стали обладателями главного приза. На финальном этапе конкурса в Сочи студенты проектировали университет будущего. Конкурсантам было необходимо распределиться по так называемым факультетам карьеры, науки, психологического здоровья, безопасности, путешествий и так далее. Студенты размышляли на тему мегавызовов для современной российской молодежи. Самую большую делегацию из всех вузов Российской Федерации, а их 700, у нас около 700, представлял Алтайский государственный педагогический университет. По результатам финала конкурса «Твой ход» в городе Сочи выбраны были 200 победителей, которые получили сертификаты на 1 миллион рублей. Вот сегодня в нашем зале эти победители присутствуют. Выигранный миллион можно направить на обучение, запуск стартапа или улучшение жилищных условий. Кстати, студенты не только сами внезапно стали миллионерами, но и привезли в вузу 2,5 миллиона рублей на развитие. И мне бы хотелось включить сертификат на 2,5 миллиона сейчас. 10 декабря в крае начнется голосование на лучшего барбоса. Его проводит приют для домашних животных «Ласка», в котором за последние годы число питомцев выросло в разы. С помощью голосования, которое пройдет на официальном сайте общественной организации, руководство пытается пристроить в добрые руки бездомных животных. С этой же благой целью на днях приют провел конкурс между беспородными собаками, кубок барбоса. О нем и не только в следующем сюжете. Держись! Держись! Да! Да! Держись! Хозяин года «Не разлей вода», лучший костюм и битва аксакалов. Более 70 четвероногих друзей показали себя на кубке барбоса. Большая часть конкурсантов – беспородные собаки барнаульского приюта «Ласка». Часть из них уже нашла новый дом. Остальные по-прежнему ждут своего хозяина. Если у нее появится новый дом, она быстро подружится с новым хозяином и играющая научит новые команды. И будет им улучшим другом. К слову, это уже шестой кубок, который проводит «Ласка». Однако предыдущий был в 2015 году. За это время появилось много новых жителей приюта. Забава у меня была подопечной собакой на протяжении примерно полугода. Мы с ней познакомились примерно в апреле. И вот на прошлой неделе ее забрали домой, в новую семью. Не ко мне, к сожалению. Никак не получалось. Вот. И вот такая очень отличная собака. Такие в приюте есть еще. Вместе со своими питомцами участники демонстрировали знания команд, яркие костюмы и прочие таланты, которые успели подготовить. Мы готовились очень хорошо. Она хорошо занималась у меня. Она очень умная и послушная. Всегда ходила со мной рядом дома. А после того, как мы готовились, она потом бегала за мной везде просто. У меня еще три собаки. Они не так бегали за мной, как она. Жюри оценивало все. Внешний вид питомца, талантливость, расположение хозяина к своему верному другу. Судим-то мы достаточно формально. То есть для того, чтобы просто поддержать хозяев беспородных животных, для того, чтобы у них тоже было какое-то интересное мероприятие, где они могли проявить свои таланты, свои достижения какие-то в выращивании питомцев, в дрессировке питомцев, то есть в уходе. Довольно большое количество из приюта берут как раз собак в качестве компаньонов. Мы открыли вот этот дрессировочный центр. Соответственно, мы видим, что люди не просто берут собачку, чтобы в качестве охранника посадить в вольер или на цепочечку, а именно берут, чтобы с ней заниматься, давать ей какое-то такое дело жизни, какой-то дрессировкой, спортом кинологическим. Все выступления будут опубликованы на сайте приюта «Ласка». Там же выберут и победителей. Голосование за понравившееся выступление пройдет с 10 по 25 декабря. Ему немного надо в жизни. Твоя любовь и доброта – погладить искренне за ухом и погонять улицы кота. София Яценко, Андрей Печоркин. День с толком. А на этом у меня все. Телефон наш редакция 205-545. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эволар». До встречи. Продолжение следует...